Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами телевидение Электрогорска и очередной выпуск новостей. Ветераны Подмосковья, награжденные медалью за оборону Москвы, смогут получать соцуслуги на дому бесплатно, сообщается на сайте правительства региона. Соответствующие изменения планируется рассмотреть на заседании МОСОБЛДУМА 8 февраля. По словам председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, сейчас в Подмосковье проживает 611 обладателей медали за оборону Москвы. На дому соцуслуги получает 20%, но бесплатно только 55 человек. Как отметил Брынцалов, изменения в закон о некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области планируется принять в трех чтениях. Сейчас соцуслуги на дому бесплатно предоставляются одиноким гражданам с ограниченными возможностями здоровья и одиноким гражданам пожилого возраста. Семь полигонов для складирования твердых бытовых отходов модернизируют в Московской области. Об этом сообщил министр экологии региона Александр Коган. Семь из существующих полигонов пройдут полную модернизацию, то есть старое тело будет закрыто и рекультивировано, рядом появится мусоперерабатывающий завод, а оставшаяся территория будет отдана под захоранивание хвостов. Но в таком виде они существовать больше не будут, подчеркнул министр. Сейчас в Московской области действует 20 полигонов ТБО. С 1 января 2017 года Почта России изменит правила пересылки мелких нерегистрируемых пакетов, которые чаще всего используются для доставки покупок из зарубежных интернет-магазинов. Предприятие объясняет, что нерегистрируемые посылки не могут отследить в пути ни интернет-магазины, ни почтовой администрации, ни клиенты. Переход на полностью регистрируемое отправление должен повысить надежность сервиса и скорость доставки. По новым правилам регистрируемые мелкие пакеты должны быть предсортированы по регионам доставки в России еще в стране отправления, а информация автоматически передаваться по почтовым системам. Теперь все посылки из-за рубежа без трекинговых номеров будут идти через сортировочный центр в городе Мирный, Якутия. Либо такие посылки нужно будет отправлять заказными мелкими пакетами, тарифы на которые выше в среднем на 0,5 доллара. Больше всего от этой меры пострадают те, кто заказывают посылки частным образом из Китая. Именно там чаще всего нет трекинговых номеров. 11 февраля в 12 часов в Доме культуры состоится форум гражданских инициатив «Мой любимый город». Всего на премию главы номинировано 15 участников в пяти номинациях. 10 февраля в Большом зале Дома культуры пройдет заключительный этап ежегодного муниципального конкурса «Педагог года-2017». В первых двух этапах участники конкурса на суд строгого жюри представили свои методические наработки, делились опытом, проводили открытые уроки, мастер-классы, показывали презентации. Победителями профессионального конкурса «Педагог года-2016» стали Татьяна Федюнина, учитель школы номер 16, и Светлана Мацкова, воспитатель детского сада номер 39. В студии была Анна Вязгина. Я прощаюсь с вами. До новых встреч на ТВЛ.